добрый день дорогие друзья сегодня мы с вами остановимся на решении тренировочных упражнений и расчетных задач по химии вначале я хотела бы дать вам несколько советов которые надеюсь вам помогут при освоении этого нелегкого дела первое и самое главное ваше желание ваш труд и усердие поставьте перед собой цель и не отступайте целью нашего урока будет ознакомление с основными способами решения задач по химическим уравнениям нахождение количества массы и объема продуктов реакции по количеству массе или объему исходных веществ а также мы с вами продолжим формирование умений составлять уравнение химических реакций самое главное в химии это теоретический материал без знания теории задачу вы просто-напросто не решите поэтому мы с вами выполним тестовое задание тестовое задание будет с выбором ответа первый вопрос электронная конфигурация атома химического элемента высший оксид которого соответствует формуле элемент от 3 нужно выбрать из четырех ответов предложенных как мы это делаем мы смотрим на формулу элементу 3 определяем степень окисления элемента по формуле она равна плюс 6 далее сравниваем электронные конфигурации предложенных элементов и вспоминаем что число электронов на последнем энергетическом уровне равно номеру группы элемента и его степень окисления поэтому мы выбираем отсюда ответ в котором число электронов на последнем уровне также равно 6 это ответ g последний электронный уровень имеет конфигурацию 4 с 2 4 по 4 то есть на последнем уровне содержится также 6 электронов второе задание группа элементов у которых одинаковые высшие степени окисления нужно выбрать рассуждая аналогичным образом выбираем правильный ответ здесь b третий вопрос формула вещества с ковалентной полярной связью и молекулярной кристаллической решеткой анализируя каждую из форму вы должны вспомнить вещества с ковалентной полярной связью состоят из двух разных не металлов а также молекулярной кристаллической решеткой обладают соединения в основном газообразные или жидкие в обычных условиях выбираем правильный ответ ответ г четвертый вопрос формула вещества молекула которого имеет линейную конфигурацию sp гибридизацию центрального атома выбираем правильный ответ анализируя каждую из формул это ответ г бериллий хлор 2 пятый вопрос бутановая кислота и пропиловый эфир муравьиной кислоты являются поскольку бутановая кислота и пропиловый эфир содержит одинаковое количество атомов то они являются изомерами выбираем правильный ответ структурный это или геометрический изомер конечно же это структурный изомер поскольку это вещества относятся к разным классом органических веществ ответ правильный г шестой вопрос химическая равновесие реакции смесится в сторону исходных веществ в случае подумайте пожалуйста понижение температуры повышение температуры повышение давления повышение концентрации кислорода согласно принципа лешет илье правильным ответом будет ответ б это повышение температуры потому что в данном случае повышение температуры введет к эндотермической реакции то есть реакции с образованием исходных веществ проверьте себя и мы приступаем к решению задач самым характерным видом решения задач это задачи по уравнением химических реакций здесь вам нужно внимательно прочитав задачу составить дано найти и решение дано следующее масса сплава меди и цинка 12,9 грамм при действии на этот сплав соляной кислоты выделяется водород объемом 2,24 литра нужно найти массовые доли металлов в сплаве решение поскольку меди с соляной кислотой не взаимодействуют так как стоит в ряду напряжение после водорода весь водород который выделяется в результате данной реакции это при действии на цинк соляной кислоты вычислим количество вещества водорода которая выделяется в данной реакции для этого объем водорода разделим на малярный объем получаем 0,1 моль столько водорода выделяется в ходе реакции анализируя уравнение реакции видим что количество водорода выделяемого в реакции равно количество вступившего цинка равно 0,1 моль следовательно в цинка в смеси 0,1 моль найдем массу цинка для этого количество вещества его умножим на малярную массу получаем 6,5 грамм тогда масса меди это масса сплава мы отнимаем массу цинка получаем 6,4 грамм используя формулу нахождения массовой доли вещества в составе смеси мы получаем что массовая доля цинка 50,39 процента массовая доля меди 49,61 процента и записываем ответ следующая задача также связана с нахождением количества вещества по уравнению реакции сама задача определить количество вещества водорода необходимое для получения 2,5 моль гексана из бензола хочу вам напомнить о том что чтобы решить задачу по уравнению реакции небольшая подсказка в конце условия дано именно то что вам в реакции требуется взять а в начале условия то что вам нужно найти составляем дано определяем что найти и записываем уравнение реакции гексан можно получить из бензола реакцией гидрирования запишем эту реакцию я напоминаю что исходные и находимые величины мы ставим над формулами веществ так водорода нам требуется найти поэтому над водородом мы ставим x моль над гексаном мы ставим 2,5 моль под формулами веществ мы записываем данные исходя из уравнения поскольку сверху у нас количество вещества снизу мы также записываем количество вещества коэффициент как раз это нам и показывает водорода у нас 3 моль а гексана 1 моль решая уравнение решая пропорцию мы получаем что водорода в реакции 7,5 моль ответ количество вещества гексана 7,5 моль следующая задача определить количество молекул брома если дана масса брома 3,2 грамм количество молекул обозначается буквой n большой решение рассчитать количество вещества брома по формуле количество вещества можно рассчитать это массу мы делим на малярную массу Подставляя значение, мы получаем, что количество вещества брома, которое соответствует данной массе, равно 0,02 моль. Используя формулу, вычисляем число молекул брома в веществе. Для этого нам надо количество моль умножить на число авогадра. Это постоянная величина. 6,02 на 10,23. Получаем 1,204 на 10,22 степени молекул брома. Следующий пример задачи. Сколько грамм оксида кальция можно получить из 400 грамм известняка, содержащего 20% примесей? Проанализируем условия. Данная задача содержит вещество, которое имеет примеси. Запишем дано. В известняк минерал входит основным веществом карбонат кальция. Поэтому мы запишем, что масса кальция СО3 равна 400 грамм. Массовая доля примесей здесь 20% или 0,2. Найдем массу оксида кальция. Для того, чтобы определить, сколько чистого вещества карбоната кальция содержится в известняке, мы от 100%, то есть от процентного содержания всей смеси, отнимаем массовую долю примесей и получаем, что вещества чистого карбоната кальция 80%. Находим массу чистого вещества. Для этого мы массу смеси умножаем на массовую долю вещества в смеси. Получаем 320 грамм. Задачу будем решать по количеству вещества. Для этого мы находим малярные массы кальций СО3. По периодической системе, узнавая относительные атомные массы элементов, получим, что малярная масса карбоната кальция 100 грамм на моль. Аналогично выполняем действие с оксидом кальция. Масса оксида кальция 56 грамм на моль. Находим количество вещества карбоната кальция. Для этого массу разделим на малярную массу. Получим 3,2 моль. В уравнении, которое мы составили выше, это уравнение разложения карбоната кальция до оксида кальция, над формулами веществ мы записываем данные по задаче, под формулами веществ мы записываем данные по уравнению. Отсюда мы видим, что оксида кальция – количество 3,2 моль. Найдем массу оксида кальция. Для этого количество вещества умножаем на малярную массу. Получаем 179,2 грамм. Это ответ. Также сегодня мы остановимся с вами на решении цепочки превращений. Для того, чтобы решить цепочку превращений, мы над стрелками ставим номера реакций, которые нам нужно осуществить. Первая, вторая, третья. Запишите, пожалуйста. Для того, чтобы получить из карбоната магния хлорид магния, мы к карбонату магния добавляем раствор соляной кислоты. В результате получаем хлорид магния, воду и углекислый газ. Посмотрите, как это уравнение выглядит в ионном виде. Следующая реакция. Чтобы из хлорида магния получить гидрооксид магния, нужно к хлориду магния добавить гидрооксид натрия. Получается нерастворимый осадок гидрооксида магния. К нему мы добавляем раствор серной кислоты, для того, чтобы получить сульфат магния. Посмотрите на ионное уравнение, которое также составлено здесь. Осадок в результате реакции растворяется. Следующая цепочка превращений. Запишите ее, пожалуйста. Также над формулами веществ вы нумеруете порядок действий. Первую реакцию легко провести, если провести прямой синтез серу с кислородом. Образуется оксид серы. Чтобы в дальнейшем получить серу из оксида серы, мы к оксиду серы добавляем сероводород. Далее проводим в третьей реакции окисление серы со степенью окисления плюс 4 до степенью окисления плюс 6, добавляя также кислород. Растворяя оксид серы со степенью окисления плюс 6 в воде, получаем серную кислоту. Если к серной кислоте мы добавляем гидрооксид бария, то в результате у нас выпадает в осадок сульфат бария. Это наша пятая реакция. Шестая реакция. Если сероводород реагирует с СО2, то получается сера и выделяется вода. Чтобы получить сероводород, для этого к сере мы добавляем водород. Это реакция седьмая. Восьмая реакция. Сжигая сероводород, мы можем получить оксид серы со степенью окисления плюс 4 и воду. Для того, чтобы получить сульфат натрия в девятой реакции, к оксиду серы со степенью окисления плюс 6 мы добавляем гидрооксид натрия. И десятая реакция. К сульфату натрия мы добавляем хлорид бария. В результате получаем хлорид натрия и сульфат бария. Выполним следующую цепочку превращений. Пожалуйста, запишите и пронумеруйте ее. Первая реакция. Для того, чтобы получить из алюминия хлорид алюминия, нужно к алюминию добавить раствор соляной кислоты. Далее. Из хлорида алюминия, чтобы получить гидрооксид алюминия, здесь нужно обязательно добавить щелочь. Многие ребята ошибаются и записывают эту реакцию. Хлорид алюминия взаимодействия с водой. Что неправильно. Обязательно нужно добавлять щелочь. Запомните. Эту реакцию можно записать и в ионном виде. Следующая реакция. Чтобы получить из нерастворимого основания оксид алюминия, нужно провести реакцию разложения гидрооксида алюминия. В результате образуется оксид и выделяется вода. Оксид алюминия – это амфотерный оксид, поэтому реагирует и с щелочами. При сплавлении образуется алюминат натрия, натрия алюминия О2, и выделяется вода. Растворяя данный алюминат в серной кислоте, мы можем получить сульфат натрия, сульфат алюминия и воду. Для того, чтобы из сульфата алюминия получить гидрооксид алюминия, мы проводим аналогичную реакцию реакции 2. Это добавляем щелочь, и в результате образуется гидрооксид алюминия. Гидрооксид алюминия растворяется в соляной кислоте, образуется хлорид алюминия и вода. И восьмая реакция. К хлориду алюминия мы добавляем гидрооксид натрия, сплавляем данные вещества, и образуется алюминат натрия, хлорид натрия и вода. Ребята, мы с вами посмотрели основные типы решения задач и потренировались в написании уравнений реакции при решении цепочек превращений. На дом вам пойдут следующие задания. Пожалуйста, составьте генетические ряды для бария, фосфора, и попытайтесь записать уравнение реакции, аналогичные тем, которые мы решали на уроке. Всего вам доброго, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok